Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители этих канала Дали Европа онлайн. У меня в гостях Ольгар Велиздем, известный политолог из Азербайджана. Здравствуйте, Ольгар. Здравствуйте, Михаил. Ну что ж, Ольгар, я хотел бы начать с официального заявления. Вы знаете, как я долго пиарил азербайджанскую нефть. Я жил в азербайджанской нефти. Более того, многие мои армянские друзья, подписчики из Армении, были уверены в том, что я купаюсь в азербайджанской нефти. Но, как я вам сегодня доказал, максимум, что я заслужил, так сказать, от одной азербайджанской компании, это скидка в 10% на литр. И то я подозреваю, что это была рассылка не индивидуальная, а была рассылка массовая. Так что от 10 до 15 центов на литр. И это все. Это после многомесячного пиара азербайджанской нефти. Извините, мне не остается ничего другого, как начать пиарить армянский коньяк. Поэтому, простите, Ольгар, но я переключаюсь азербайджанской нефти на прекрасный армянский коньяк. Михаил, я хотел бы вас утешить. Дело в том, что вы несколько месяцев пиарите азербайджан. Так вот, я живу в азербайджане очень долгое время, будем так говорить. Ни разу я такого дисконта не получал. Так что, не знаю, насколько это вас утешит. Вы хоть получили дисконт. Да, у нас и это. Покупаем бензин по той стоимости, по которой продается. Кстати говоря, я так нехило скажу вам, покупаю этот бензин. Так что вот так. Да, ну что же, ну, видите, Ольгар, видимо, это все подписчики из Армении, которые приучили к тому, что мы с вами должны купаться в азербайджанской нефти. Я вижу, у вас тоже не густо, в нефти вы не купаетесь. Поэтому, ну, вам, собственно, даже скидка в 5-10%, точнее, центов не перепала. Так что я могу испытывать здоровство. Хоть здесь я вас вообще гуляю. Можете, я вас прощу, Михаил. Можете злорадствовать, я вас прощу. И даже где-то порадуюсь за вас какой-то. Хотя бы вы получили это какой-то скидка. Ну что, Ольгар, давайте с вами обсудим последние новости. Последние новости, они у нас своеобразные. Давайте все-таки начнем с Украины. Так, и потом перейдем к азербайджану и Армении. Вы следите за российской агрессией против Украины. Очень приятно, наверное, российско-украинская война. Вот тут Алексей Николаевич Арестович. Он постоянно твердит о том, что Украина должна согласиться на нейтралитет, поскольку любая другая оппозиция, она делает войну с Россией вечной. Но не согласится Россия с тем, что Украина вступит в НАТО. Не согласится и все. Бесполезно проводить, значит, по мнению Арестовича, премьеры Финляндии и Азербайджана, Финляндии и, значит, Финляндии, потому что Финляндия – это особый случай. С Финляндией Россия ментально давно попрощалась. Украина рассматривает как страну, находящуюся в сервисах интересов. Вы, как представитель Азербайджана, страны, не входящей в НАТО, нейтральной страны, несмотря на то, что Турция входит в НАТО, но Азербайджан не пошел в НАТО, опять же, из-за позиции России. Как вы относитесь к этому тезису? Это что? Российские авторитарные нарративы диктатора Путина, который толкает Арестовича, это будет убаюкивать со стороны Арестовича украинское общество, которое находится в процессе возвращения своих земель по границе 2021 года. Что это такое? Это, может быть, информационная диверсия со стороны Арестовича, как вы это оцениваете? Я не устаю повторять, что я стараюсь не вмешиваться, еще не давать советов, тем более в такой очень чувствительной ситуации, потому что любой совет со стороны звучит, знаете, как бестактно, бестактно, тем более в условиях, когда принимать решения должна украинская сторона, и в данном случае здесь абсолютно неправильно ни навязывать свое мнение, ни какие-то предлагать решения. Я же вам давно говорил, Ольгар, чтобы у вас душа была чиста, бросайте свои реквизиты азербайджанские, я веду там кресло, студию, окно, штору, переезжайте в Украину, в Украине намного интереснее сейчас, чем в Азербайджане. Говорили, Михаил, я в настоящее время, вот все это время раздумываю над вашим предложением, но вы знаете, будем так говорить, она меня все меньше и меньше опрещает, поскольку, к большому сожалению, в Украине происходят достаточно сложные процессы. Накануне нашего звонка я как раз смотрел Евроньюз и похороны одного из украинских общественных деятелей, но в отношении которой был совершен террор, и здесь надо отдать должное украинскому обществу. Все фактически назвали это происшествие террором и осудили эти действия. Кстати говоря, это говорит о том, что в целом есть какая-то общая позиция в этих условиях, очень непростых, когда вот тот же Арестович достаточно часто подвергается обструкции. Даже он как бы вынужден, не или вынужден, это делает добровольно, конечно, признает, что пакт террора налицо, и очень нехорошие процессы происходят внутри украинского общества. Что касается вот этого предложения, вот посмотрите, давайте будем... Я очень осторожно стараюсь, вы сами знаете мою позицию, и никого не хотел бы обидеть, и тем более вас, Михаил, знаете, я к вам очень уважительно отношусь, и не столько потому, что вы купаетесь в азербайджанской нефти, и у вас дисконт на сколько-то процентов... Десять центов, десять центов. На десять центов, да. Ну, в какой-то степени вы поднялись в моих глазах после этого. Ну, вот я не только поэтому к вам так отношусь, а в целом... Мне еще, кстати, бесплатный хот-дог, насколько я помню. Ну, так совсем я уже не знаю, как будет. Буду ваш портрет в рамку, значит, наверное, брать и всем показывать, что это мой друг, который получил вот такие щедрые подарки. Хот-дог. Хот-дог, да. К тому, что на самом деле, если отталкиваться от тех процессов, которые происходят сегодня, мы видим, что, я не знаю, динамика показывает, что, в общем-то, в украинской позиции стали намечаться серьезные изменения. Вот сегодня буквально состоялся визит министра иностранных дел Дмитрия Кулеба в Китай. А мы знаем позицию Китая. Достаточно она артикулирована в отношении конфликта. Кстати, отец Дмитрия Кулеба долгое время был послом Украины в Армении. Ну, я об этом не знал. Да, ну, мое представление о Кулебе это не меняет, да. Да, но для наших зрителей, наверное, было бы интересно. Да, ну, в любом случае, он представитель такой дипломатической династии, будем так говорить. Его и сегодняшний визит в Пекин говорит о том, что, в общем-то, в украинской позиции определенные изменения возможны. А также надо вспомнить предыдущий звонок президента Украины кандидату в президенты США Трампу, у которого тоже достаточно такая определенная или же определяющаяся позиция по конфликту. Понятно, что речи вот в этих разговорах в том числе идут о компромиссах. А пределы компромиссов, границы компромиссов нас, естественно, об этом не информируют. Но из отдельных выступлений специального руководства Украины мы можем судить о том, что, в общем-то, так в жесткой форме на сегодняшний день ребром не ставится вопрос о немедленном возвращении к границам 1991 года. Что касается нейтрального статуса, вы знаете, в какой-то степени сегодня мы видим, что есть желание как бы вспомнить стамбульский документ в какой-то его модифицированной форме или же как-то его модифицировать в каком-то новом качестве. Такие попытки есть. Почему? Потому что это единственный документ, где Россия и Украина, условно будем говорить, по целому ряду пунктов где-то согласились. Вот. Потом пришел Джолсон, которого уже нет, который очень далеко, и шлет всем нам пламенный привет из прекрасного далека. И в прямом смысле этого слова. Почему прекрасно и далеко? Во-первых, это далеко. Во-вторых, там прекрасно, потому что нет войны. И он нам всем оттуда шлет привет. И мы, кстати говоря, очень тесно, мы можем судить об этом по информационным сообщениям, он очень тесно контактирует с президентом Трампа, бывшим президентом Трампа, я уже как-то оговорка по Фрейду, на предмет перспективы военных действий. То есть даже Джонсон. Все-таки больше склоняется к тому, что предлагает Трамп. А что предлагает Трамп, мы до конца не знаем. У него еще есть, скажем, такой джокер в кармане. Но примерно мы можем себе представлять. Он хочет войти в историю в качестве миротворца. Его можно понять. Вот примерно такая ситуация. И вот в этих рамках там небольшой выбор, конечно. И один из вариантов – это тот вариант, который озвучен был Арестовичем. Это один из вариантов. Ну, посмотрите. Я хотел бы обратить внимание на конвульзии и вот такую лихорадочную чесотку на, скажем, такую ненормальную, нездоровую реакцию части представителей экспертного сообщества. Они так реагируют на такого рода предложения или допущения, ну, на экспертные анализы, что складывается впечатление, что Арестович президент и сейчас, значит, уже готовит самолет для того, чтобы отправиться в Россию и подписать этот документ. И надо объективно признать, что сейчас все версии рассматриваются. Вы знаете, мне очень удивительно, неудивительно, каждый раз меня это поражает, как иные эксперты, которые еще два года назад, полгода назад говорили совершенно другие вещи, могут вот-то на ходу переобуваться. Вот спросите их. Вот они же часто говорили о том, что вот Путина нет, он умер, он в холодильнике. И вместо Путина встречается с лидерами других государств не Путин, а его двойник. На полном серьезе они это говорили. Я смотрю, и тогда просмотры у них очень большие. Вы не думайте, я не завидую их просмотрам, мне просто другое интересно. Что как можно верить таким людям, которые, вот эта реальность, которая существует, они умело, как-то жонглируя фактами, ее как-то меняют в своих эфирах, вы понимаете? И вот если отталкиваться от вот этой реальности, в том числе, ну, скажем, той гипотетической реальности, тех допущений, о которых говорит Арестович, то ведь он говорит о том, что вот один из вариантов такой есть. И чтобы я заканчиваю, я заканчиваю, чтобы у людей не возникало, а как вдруг, сразу, как, что. То есть нужно понимать, что в этой ситуации есть любые варианты, любые варианты допустимы. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там, революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью, там, криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Ильгар, ну вот просто в действительности посмотреть логически на ситуацию, да, в отношении НАТО. Ну, понимаете, когда человек что-то хочет делать, он это делает, да. Что только хочет сделать с организацией, он это делает. Если нет, то находится тысяча одна причин, почему он это не делает. Ну, послушайте, в интернете опубликованы деклассифицированные документы НАТО, ГУСДЭПа, начало 90-х годов. Я помню еще до войны. Я ознакомился с этим в интернете документами, кстати, в интернете, повторюсь, они висят. В том, где четко говорилось, что возможность интеграции Украины в НАТО, то есть тогда она возможна, когда в НАТО идет и Россия, и Беларусь. В противном случае, вот самостоятельно Украина не может интегрироваться в НАТО. Это писали американцы. Наверное, они исходили из точки зрения Кэнона, может быть, не только Кэнона, который говорил о том, что решение НАТО чревато определенными проблемами. Нам это может нравиться, но нам это может не нравиться. Можем считать, что в России себе психопаты, диктатор Путин. Я не знаю, там пьяница и медведи. Но факт остается фактом. Вопрос не столько в личностях, но и в них тоже. Но и в позиции государства. Ну и, наконец, на то, что Азербайджан не пошел в НАТО. Азербайджан в очень сложном положении геополитическом. Тут тебе Иран, тут тебе Россия, тут тебе Армения. Но в формальном Азербайджан ни в какой лист не ходит. Он может положиться на Турцию и на Пакистан хотя бы. На кого-на-кого точно может положиться. Но, по идее, Украина могла бы так тоже делать. То есть формально иметь возможность положиться, ну, условно говоря, на Турцию, Азербайджан, Пакистан, которые бы 100% писались бы военным образом за Украину ножками, то, что называется, как была готова сделать Турция и Пакистан. И для этого даже НАТО не нужно. То есть, ну, в чем здесь логика? То есть я ее не вижу сейчас. Вы знаете, что происходит в данном случае? Происходит фетишизация понятий. Вот в НАТО Европейский Союз и западные какие-то структуры превращаются в фетиш, на котором можно, ну, как Бог Магду, да, вот, на котором можно молиться. Вот мы должны обязательно, это уже какая-то идея фикс, да, какая-то ненормальная идея. Мы должны обязательно, ну, в нашем случае, я говорю, они, конечно, никого не навязывают в свою позицию. Вот мы должны обязательно туда вступить. У части, у большой части представителей общественности, ну, иногда, к сожалению, складывается такая искаженная ситуация, ну, представление о том, что вот он вступил, ну, или кто-то страна вступила в Европейский Союз, и будет эта страна, как бы, фактически будет Бельгией, Нидерландами будет. Понимаете, вот будет лафа такая. Да, вот мы будем, вот, грубо говоря, купаться как, ну, как плавать, как сыр в масле, да? Под сыр медас в желте. Да. Вот. И, вы знаете, для каждой страны есть своя специфика, свои особенности, свои социокультурные отношения внутри общества, своя география, свои соседи. И вот этого не учитывают эти люди. И знаете, вы знаете, почему? Мне кажется, да, мне кажется, что люди, они, знаете, живут в какой-то капсуле, да, в каком-то вакууме. Они ходят на работу, приходят, смотрят телевизор, они думают, что вот это и есть мир, да. От телевизора они смотрят, в том числе западные фильмы, боевики и всё. И вот как-то вот их коррелирует сознание с тем, что вот в этом, из этого виртуального мира они не выходят. Ну, я бы с ними поспорил. Знаете, Элигара, сейчас столько людей, по словам Владимира Савельевича Зеленского, президента Украины, главнокомандующего, национального лидера Украины, столько людей погибло в результате российской агрессии, сколько пострадало. И Украины не такая большая страна, да, то есть это знакомые, друзья, родственники, то есть так или иначе. Поэтому тут от этой трагедии уже не убежишь. Да, я просто, я с позиции нашей, скажем, нашего общества, тех, где войны нет. Да вот такая идиллическая картина. Вот вступил куда-нибудь там в западный какой-то альянс, и всё прекрасно будет, замечательно. Скажем, вступил ты в НАТО, всё. Во-первых, этот сам процесс очень достаточно длительный. НАТО – это военно-политический блок. Там ещё есть политические компоненты, о которых часто забывают. Вот думают, вступил в НАТО, всё, НАТО будет тебя защищать, никакая Россия, никакой Иран на тебя не нападёт. Да, вот из этой сети. То, что этот процесс занимает время, что это время – это время рисков, в том числе военных рисков. То, что, значит, ты ещё берёшь на себя политические обязательства, вступая не только в НАТО, в Европейский союз, и что эти политические обязательства нужно исполнять, вот об этом мало кто говорит. Это вопрос мало проговаривается. Вот ты готов, допустим, жить как в Вене, как в Австрии, условно говоря, и платить вот эти налоги, которые… Вы, по-моему, в Вене учились, да? Ну, знаете, да, насколько там, скажем, достаточно зарегламентировано всё. Там, не знаю, на мусор, там есть на всякие, на все эти дела. Там, скажем, плюнешь не туда, штраф сколько-то евро. То ты готов с этим согласиться? Ты готов жить как бы в привычных для себя условиях, но при этом, чтобы быть наделённым тем, какие-то преимущества… Кстати, вы, знаете, вы вспомнили про Вену. Вы знаете, у меня такая была интересная дружная группа. Там были представители, ну, наверное, всех стран посвятского пространства. Я тогда, мне было 20 лет, а, признаясь к своему стыду, я ничего не знал про Карабахскую войну, ну, так что-то слышал отдалённый. Но это вообще… Ну, я ничего не знал. Я это как даже не чувствовал. Ну, мне стыдно, но это так. Я о другом хочу сказать, что это было, извините, 15 лет назад. То есть всё ещё, как говорится, было по-живому. Но при том, что вот у меня в группе был парень армянин, парень азербайджанец из Буку. Один живёт сейчас в Верилане, а другой парень из Буку, он живёт в Бене. И я могу сказать, что там были общие компании, там совместно готовили шашлыки, там, на Дуна и прочее. И не было никаких споров по поводу Карабаха. То есть вот мы вот парень, там, армянин, я буду его называть, да, и вот азербайджанец. Они спокойно общались, всё. То есть вот у меня была какая-то дружеская атмосфера. Я поэтому ничего и не знал про Карабаха. Потому что эти люди никогда между собой не говорили. Просто была одна большая компания, в неё между собой очень тепло общались. Вот, кстати, пример, да, ну вот такой. Да, я, кстати, надеюсь, что так со временем будет и между странами, а не только между людьми. Извините. Да, ну, потому что, скажем так, да, это, конечно, не очень популярно сейчас звучит, но у нас всё-таки было в своё время и в какой-то степени остаётся это социокультурное пространство, как хотите его называйте, то есть язык и всё такое прочее. По крайней мере, мы понимаем друг друга лучше, когда коммуницируем и так далее. Бывает, что приходится, кстати говоря, с Ишханом у вас на канале, у нас достаточно нормальный, хороший, позитивный разговор получился. Почему? Потому что мы понимаем друг друга, здесь ещё есть такой ментальный момент, да, хотя, конечно, у каждого своя позиция и так далее, но всё-таки есть такая коммуникация. Ну, в общем, что я хочу сказать, что вот это другое пространство, и культурное, и гуманитарное, и политическое, и так далее. Ты должен понимать, что ты вступаешь вот в это пространство. Это не так, чтобы взять в пульт, переключиться на какой-то интересный фильм и погрузиться в него, да. Это общество, ты должен принимать правила. Не все эти правила готовы принять. Поэтому, в общем, это длительный процесс, и вот этот процесс достаточно сложный, он сопряжён с определёнными рисками, потому что есть и давление, и всё такое. Общество нужно готовить к этому. Ну, в общем, что я хочу сказать? Хочу сказать, что насколько общество было, в частности, украинское, я про нацию говорю, тоже вот вопрос, да, насколько оно готово вот с этими правилами жить. Ильгар, вы мне кидали статью «Не секрет Пали Шинеля» с цитатами президента Леева. Кстати, очень люблю изучать выступления президента Леева, потому что его, ну, он как бывший преподаватель, он же преподавал одно время, вот ему нравится разъяснять, нравится общаться. То есть у него есть такое, вот я заметил, то есть ему нравится, вот это люди, когда у них есть определённая интеллектуальная наполненность, когда они идут по учебнику и лекции читают, а из жизни. Вот они заходят в раж и даже не смотрят на время. Просто нравится, вот они смокут, как они доносят точку зрения. Я за президентом Леевым заметил эту фишку. Так вот, вы мне сбросили часть выступления президента Леева, он говорит о том, что, несмотря на то, что он, ну, узнал, что перед ним сидят президенты Армении, которые принимали частью геноциде азербайджанцев, ну, тычеря, например, с их отношением к нему, возможно, он сбегает новое было на дело в Армении. То есть, видишь, Алексей Сан. С ним, ну, он пожимал олив, и этим людям пожимал руку, потому что понимал, что да, эта долгосрочная перспектива тоже сыграла проблему свою роль, что это нужно было для дела. И вы знаете, после того, как я это процитировал в одном из своих эфиров, мне написал азербайджанец, который говорит, что мы критиковали Алиева в то время, когда он это делал. Мы не понимали, как можно пожимать руку тем людям, которые принимали частью геноциде армян, то есть геноциде азербайджанцев. Но теперь, спустя вот всё это время, и там, до оккупации тех или и прочих, мы понимаем, насколько мудрый был Алиев, потому что он тогда велся бы так, как он вел. Ну, Михаил, во-первых, позвольте вам заметить, что вы сейчас сказали о том, что я вам посылаю какие-то статьи, и вы их читаете. Наши армянские пользователи не поняли, что я вам посылаю инструкции, по которым вы потом ведёте передачи, в частности, со мной. Вот смотрите, вы с инструкцией не сбивайтесь, пожалуйста. Вот есть там первый, второй пункт, это статьи, нужно обязательно цитировать, цитаты, вот уже вы приводите цитаты. Это совершенно не так, не знаю, кто хочет, пусть верит, кто хочет, нет, это не так, чтобы… Да, ну, к сожалению, есть и вот такое представление. Но что касается заявлений президента, помните, как-то мы даже в ваших передачах проговаривали этот вопрос. Я тоже говорила до того, как он ещё это сказал. Я сказал, что вот, представляете, президент Али встречается с людьми, которыми виновны фактически в этой трагедии. Потому что есть политика. Вот политика, она вещь достаточно сложной. Это не детский сад. Вот я с тобой не хочу разговаривать, ты там кого-то ударил, моего друга ударил, поэтому я с тобой не разговариваю. Потом подговариваю других детей в детском саду. Не надо с ним разговаривать, потому что он моего друга ударил. Вот это всё в детском саду заканчивается на самом деле. Ну, по крайней мере, должно заканчиваться. Потому что политика – очень сложная вещь, она очень изменчивая вещь, там другие категории принимаются. И обижаться в политике вообще нельзя. вообще должны исключаться из лексикона, потому что речь не идёт о себе, о персональной, об обществе, о стране и так далее. И ещё нельзя быть, скажем так, оперировать каким-то, скажем, зацикливаться на исторических событиях, которые могли бы ограничить поле твоей деятельности для манёвров. Я не буду уже с ним разговаривать. Я просто хочу заметить, что, по сути, я потом поднял публикацию тоже. Президент Лиев встречался в 2003-2004-2005-2006. То есть это были годы, когда ещё жива была в памяти вот эта депортация, вот эти, ну, просто геноциды, взаимные, значит, технические чистки, ну, хаджилы, трагедия в хаджилы, когда выгоняли азербайджанцев. То есть я к чему говорю? Что я понимаю, насколько был заведён азербайджанский народ тогда, как для него вообще-то воспринималось дико на самом-то деле. То есть я понимаю, как тяжело было президенту Лиеву просто взять и пойти наперекор общественного мнения, возможно, наперекор каким-то облотелом, азербайджанным генералам своей армии, которые пытались, так сказать, махать руками, а просто брать. Да, конечно. Кстати говоря, с Кочаряном встречался и Гейдар Лиев. Для него это, наверное, ещё сложнее было, потому что Кочарян, во-первых, его младше по возрасту было, во-вторых, по статусу, будем так, хотя они были, да, президентами, но всё-таки, представляете, Кочарян в то время, когда Гейдар Лиев был членом политбюро, один из руководителей Советского Союза, он какую-то партийную организацию, комбината, по-моему, в Ханкианле возглавлял. Причём тот вёл себя достаточно по-хамски, если посмотреть на эти сюжеты, на видео. Но при этом было видно, что для Гейдара Лиева в тот конкретный момент он был руководителем страны, с которым так или иначе приходилось коммуницировать. Причём он там шутил, Гейдар Лиев, я имею в виду, что-то говорил ему и так далее. Но суть вопроса не в этом «встретился, не встретился, пожал руку, не пожал руку», а в том, что цели, цели и полагания, стратегические цели не менялись от этого, от того, что он встретился. Более того, вот эти встречи позволяли, и, кстати, Ильхам Алиев об этом говорил, позволяли уточнять позиции, коррелировать позицию по целому ряду вопросов. Ты потому что знаешь своего визави, ты понимаешь, о чём он думает, ты прощупываешь его эмоции и так далее. Ты можешь просто, скажем, корректировать текущую позицию по тем или иным вопросам. Поэтому такие встречи, конечно, нужны. Тем более, что, опять же, это не детский сад, потому что за спинами этих людей народы, и, в общем-то, здесь надо принимать ответственность. Иногда сравнивают, я ещё хотела бы добавить, иногда сравнивают, делают такие сравнения, там, Путин-Гитлер, там, с Гитлером же никто в переговоры не шёл, там, скажем, с Гиммлером никто не шёл. Но дело в том, что если опираться на политико-правовые реалии сегодняшнего дня, я не имею в виду решение ГАГского суда, я вообще в целом, реалии, не заявления или же какие-то решения отдельных судебных инстанций, конечно, они их тоже принимают во внимание, но вот те реалии, которые существуют в реальной политике, так его не воспринимают. Значительная часть стран мира и руководитель значительной части стран мира. И поэтому здесь, я так понимаю, что, наверное, такая определённая гибкость необходима, наверное, тем более, когда решать принципиальные вопросы приходится, в общем-то, вот в таких условиях, отбрасывая все эти сложные очень, но всё-таки такие моменты. Последним вопросом задам всё-таки по поводу Азербайджана и Армении, вновь стрельба с армянской стороны по территории Азербайджана. Значит, я вижу, как всё-таки, ну, скажем так, есть два параллельных трека, с одной стороны вроде как трек, значит, мирного договора, который, как мы понимаем, откладывается, будет ни к ним меморандум, либо рамочное соглашение принципов мирного договора, как бы Армения не успевает изменить свою конституцию в каком-то времени. Естественно, ну, такая ситуация очень болотильная, да, и мы помним, кстати, что президент Олег, он высказался негативно в отношении перевооружения Армении, хотя я лично считаю, что Армения имеет право вооружаться, это самостоятельно здесь мое государство, и Армения формально не капитулировала, то есть они не навязывали принципы капитуляции. Поэтому, но ситуация накаляется, когда много оружия, нет мирного договора, ситуация накаляется. Как вы считаете, вот эти вот провокации на границе, кому не нужен раз, и на что они направлены два, это в итоге будет реакция стороны БП-3? Ну, посмотрите, дело в том, что вот эти события, они где-то повторяются в разной форме на протяжении очень долгого времени. Алгоритм такой. В частности, Азербайджан обвиняют в том, что он вынашивает агрессивные планы в отношении Армении. В частности, вот на недавней конференции в Лондоне президент Франции об этом говорил, что, в общем-то, Армения должна обороняться, и поскольку у Азербайджана есть определенные намерения в отношении Армении. Ну, если посмотрим на картинку, что называется, визуализацию, то никаких признаков того, что Азербайджан собирается напасть на Армению, нет, по крайней мере, перестрелок нет, военных действий нет, какие-то приготовления не ведется. Что происходит? Происходят провоцирования напряженности на границе. Я так понимаю, с армянской стороны крупнокалиберным оружием открывается огонь в желание на то, что Азербайджан ответным огнем ответил, и получается напряженность. Дальше эта напряженность переходит в политическую плоскость, начинает показывать, что вот видите, есть напряженность. Мы же говорили, что Азербайджан преследует агрессивные цели, вот вам напряженность. Поэтому мы должны вооружать Армению, потому что она один на один. Один с таким агрессивным соседом находится. Вот примерно то, что сейчас мы наблюдаем. Этот алгоритм повторяется из раза в раз. В прошлые годы он в других формах повторялся, для других целей. Сейчас в другой форме. В общем, ничего нового. Если пока, я так не обращал внимания, но если по отчаянии вы вдруг встретите заявление каких-то официальных лиц каких-то стран о том, что мы обеспокоены, мы призываем стороны прекратить эту эскалацию, а дальше пойдут, мы призываем Азербайджан воздержаться от риторики и так далее, вы имеете в виду, что это часть общего плана, который нам хорошо известен. Единственное, что я могу добавить, это то, что обычно после этих заявлений эти заявления тоже они различаются по характеру. Вот, допустим, мы обеспокоены, это как бы проявление какой-то такой общей обеспокоенности, а когда мы очень обеспокоены, это значит, может быть, какие-то другие заявления сопутствующего характера, что вы себя хорошо видите. Ну, в общем, так. Последний вопрос, я задам, мы дали внимание президента Лея, скажем, отложил вопрос о Нгизурской дороге или Сюнигской дороге, но, наверное, по нему все-таки есть подвижка, поэтому его не спедалирует, но президент Леев, он спедалирует вопрос с минской группой, хотя, казалось бы, есть это минская группа, нет ее, ну, нет уже проблемы к рабах, он деоккупирован, но эта проблема, видимо, беспокоит президента Леева и само формальное существование минской группы, ну, как я понимаю, рассматривается как некая угроза потенциальная, поскольку она, ну, как бы, сама минская группа, она не формулирует некую проблему, да, а, скажем, проблемы Карабаха давно нет, но проблема Карабаха в нынешнем виде это точка давления на Азербайджан, и, видимо, поэтому президент Леев стремится сбросить вот это ярмо, как вы считаете? Совершенно верно. Наличие минской группы говорит о том, что институционально конфликт не закончен, есть группа модераторов, которые, значит, в деятельность функции, которые входят в обеспечение и урегулирование этого конфликта. Поскольку она не функциональна де-факто, но существует на бумаге, её можно в каких-то новых условиях реанимировать, скажем, вот опять же сварганить какой-то конфликт, а потом реанимировать эту группу в каких-то новых форумах, поскольку она не была распущена. Вот создать её уже невозможно будет, потому что Азербайджан будет против. создание. А реанимировать можно, потому что она ещё как бы технически где-то там действует. Поэтому это, конечно, угроза. А модерация конфликта, как мы знаем из исторической практики, ничего хорошего никогда не приносила, потому что всегда выигрывал модератор. Стороны конфликта никогда не выигрывали. Выигрывал модератор, потому что имел возможность вмешиваться и, в общем-то, определять правила игры. Поэтому нам модераторы не нужны, ни в какой форме, никакие. И поэтому мы говорим, давайте заканчивать с этой минской группой. Видимо, Армения ещё где-то раздумывает, кто её знает, эти модераторы могут пригодяться, какие-то арбитры нужны будут. Поэтому так особо не торопятся с этим решением. Спасибо большое Олигару за это интервью. Олигар Велезврей, известный коллега Лукази из Азербайджана был всегда с нами. Дайте подписывайтесь на канал, комментируйте, помогайте каналу и вам встречу. Вам спасибо.